А почему он на тебе не женился? Вы ведь три года вместе жили, все было в порядке. Он говорит, что у него аллергия на штампы в паспорте. Давай, говорит, жить современным гражданским браком. Ну да, отдали дай современности, и теперь ты переезжаешь к родителям со всем своим имуществом. Да он даже машину у меня забрал. Если мужчина и женщина долго жили вместе гражданским браком, могут ли они разделить совместно нажитое имущество? Понятие гражданского брака у нас появилось в 1917 году, когда стали различать церковный брак и гражданский. Было постановление ЦИК и Совета народных комиссаров в 1917 году, где говорилось, что гражданский брак это как раз законный брак. Сегодня Семейный кодекс не рассматривает такого понятия гражданский брак. Есть зарегистрированный брак, вот это вот единственный законный статус. То есть получается, что никакого термина гражданский брак в законодательстве просто нет. Но как тогда назвать ваши отношения? Да пусть хоть сожительство называют. Такой термин есть. Главное, чтобы мне хоть что-то досталось. Долгосрочное сожительство в плане возникновения прав супруги или супруга не порождает возникновения каких-либо прав. Но мы же вели совместное хозяйство. У нас все было общее. Дом, машина. Он занимался бизнесом. Я ему помогала. Кроме того, убирала и готовила. Есть ли в законе понятие совместного ведения хозяйства? До 1944 года существовало семейное законодательство, которое говорило о том, что брак может быть не зарегистрирован, но если супруги ведут совместное хозяйство и разделяют одну постель, то это будет рассматриваться как брак. После 1944 года отменили этот судебный акт, появились новые семейные кодексы, и они менялись, но уже вот этих положений не было. То есть получается, что в законодательстве нет такого понятия, как гражданский брак, нет совместного ведения хозяйства, а сожительство не приводит к возникновению общего имущества. Замечательно. Ты влипла. И что же мне делать? Есть ли у меня хоть какие-то шансы получить часть имущества? Женщина, находящаяся в сожительстве с мужчиной, она ущербна в правах, и в случае, если они расходятся со своим сожителем, то она не может в судебном порядке или в законном порядке требовать раздела какого-либо имущества, которое приобретал ее сожитель. Так или иначе, если в таких отношениях рождаются дети, то они уже обладают всеми положенными им по закону правами, и ситуация для них будет выглядеть совершенно иным образом. Внимательно читайте законы, и тогда вы чаще сможете говорить право имею.